Уважаемые петербуржцы и гости города, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих, просим вас и ваших близких оставаться дома. При первых признаках недомогания вызывайте врача на дом. Напоминаем, что за нарушение режима изоляции предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. За закрытыми из-за пандемии дверями Дзержинского суда решают, как наказать активиста Никиту Левкина. Он и еще один молодой человек в апреле провели акцию против призыва во время коронавируса. Вот эти кадры. Самодельный транспарант с надписью «Призыв в могилу» они развернули у здания военкомата Центрального района Петербурга. В условиях армии, ну и также в тюрьмах, и также это скопление большой людей, и это идеальная среда для распространения этого вируса. Левкина судят не за нарушение карантина, официально в Петербурге его нет, а именно за акцию у военкомата, то есть за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Его свидетелями стали несколько журналистов и прохожих. Вообще нам немножко, нам в стороне защиты кажется немножечко абсурдным, а массовость этого мероприятия из двух человек состоящего, ну это немножко абсурд. Два человека это никакая не масса и не толпа. О том, что сейчас не время призывать новобранцев, говорит и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С запада его регион соседствует с Белоруссией, где власти вообще отрицают опасность коронавируса. На северо-востоке Петербург, который по числу заболевших на третьем месте в стране. У нас в регионе серьезный дефицит медиков. Сейчас как раз огромную работу проводим, чтобы с периферии их привлечь на передовую. Кроме того, всех призывников придется тестировать, а это около трех с половиной тысяч человек, вызываемых на призывные комиссии. На сегодняшний день мы ежедневно можем проводить около 360 тестов. Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска, только на тестирование призывников. Это недопустимо. Официально призыв начался 1 апреля, но фактически военкоматы не могут работать в полную силу. Часть аккредитованных больниц, в которых традиционно обследуют призывников, закрыты на карантин. А в отдельных областях сами призывники не могут добраться до призывных комиссий. Проживаю я в городе Екатеринбурге, а состою на учете в Нижнем Тагиле. Расстояние в принципе небольшое, но в связи с эпидемией коронавируса транспортная сеть нарушена. И доехать до Нижнего Тагила мне пока не представляется возможным, потому что нет общественного транспорта, который бы туда ходил. Андрею Щукину важно вовремя попасть на заседание комиссии, потому что он решил проходить альтернативную гражданскую службу. Неявка может стать причиной отказа, и тогда молодой человек рискует попасть под уголовное преследование. Или ему, вопреки убеждениям, придется проходить срочную службу вместе с остальными новобранцами. Из-за коронавируса молодых людей после военкоматов на две недели обещают отправлять на обсервацию. Если все пойдет по планам Министерства обороны, то карантин предстоит пройти 135 тысячам призывников из 83 субъектов страны. Призыва не будет только в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми. Но и там причины не эпидемиологические, а географические оттуда. На службу солдат призовут осенью. В остальной России за оставшееся время в военкоматах должны отобрать больше 100 тысяч юношей. Дефицит времени может повлечь большое количество нарушений. Я думаю, что в целом, конечно, тот факт, что половина призыва уже прошла, будет существенно влиять на то, каким образом будут проводиться мероприятия, связанные с призывом конкретных граждан. Просто потому, что нужно успеть пройти линейкоинструментальные исследования, пройти медицинское свидетельствование. И на это все необходимо время. И его военных комиссариатов будет все меньше и меньше для того, чтобы выполнить план. Конечно, это может повлиять и повлиять с собой различные нарушения прав призывников. Во время майских каникул военкоматы работать тоже не будут. В отличие от судов, дело активиста Никиты Левкина, который выступил против призыва во время коронавируса, рассмотрят 6 мая. Ему грозит крупный штраф или даже административный арест. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова